Доброго времени суток! Давайте посмотрим такой расклад вообще на отношения, что происходит. Давно мы не смотрели на расклад из потока, кто придет, какой мужчина, какая женщина и что между ними на данный период времени. Расклад общий, за личным, пожалуйста, в описании под видео, номер телефона, ватсап, пожалуйста, приходите за личным. Также диагностика негатива на воске. Еще, девчонки, мальчишки, благодарю вас за то, что вы переводите мне благодарности ваши на карту, в которой номер телефона привязан. Девочки, очень приятно, любая сумма, это большая вам благодарность. Итак, давайте посмотрим, кто к нам придет. Так, кто же к нам придет? Человек, у которого как-то в жизни все обрушилось. И человек проходит по суду великую трансформацию. Причем это трансформация такой силы, что в жизни у человека сейчас крушится все. Абсолютно. Абсолютно. Это то, что у человека сейчас непростая ситуация в жизни. По высшему суду с большой силой ему так бабахнуло, что случилась башня. Но это все-таки девочки, мальчики, башня. То есть ему не все перекрыли, не весь кислород этому человеку, который пришел. Ему треснули по загривку, свернув его корону, да, свернув его башку, так сказать, чтобы башка-то начала нормально работать. Но основание ставили, чтобы человек все-таки понял, да, и начал отстраивать заново. Но только обещая делать. Видимо, человек настолько обещал вселенной, настолько обещал всем все, не исполняя, да, ничего, что тут уж по высшему суду, да, разозлились высшие силы. Давайте все-таки посмотрим, может, нам покажут самого человека, кто он. Ну, король мечей вышел, девочки, король мечей, еще и солнышко, человек эгоист, эгоист. Но опять же, можно сказать, что человек по натуре своей может быть веселый, может быть даже немножко теплый, человек такой, знаете, забияка, человек такой, затычка в каждой бочке, можно сказать, знаете, вроде бы и холодный король мечей, да, на чувство такой весь статный весь, знающий. Но опять же, в компаниях может быть такой, как тамада, знаете, везде там надо он споет, надо он там развеселит, такой, знаете, мачо, можно сказать. Хотя, если показать чувства, например, в жизни, да, как любовь и что-то еще, от короля мечей не добьешься. Давайте посмотрим девушку, женщину, которая к нам придет, и посмотрим, что между ними. Какая девушка к нам сейчас прискачет, пара вот этому королю мечей. Посмотрим девушку, что же нам тут покажут. О, сразу вышла, девочки, вышла императрица. Девушка-женщина с такими материнскими установками, да, которые самодостаточные, красивые, шикарные, вкусные, да, женщина, которая может все, в прямом смысле этого слова, как я люблю говорить, может, ну, все может, и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, то есть императрица, что тут скажешь. Конечно, это может быть не только женщина, да, любовница, жена, это может быть еще и мама, к примеру. Вот, женщина, которая может дать любую любовь. Вот, как бы это, может быть, так вот не звучало, но так оно и есть. Женщина, которая может любить. Если вот можно написать учебник, какая бывает любовь. Вот от а до я. То есть вот по алфавиту женщина всю эту любовь может дать. Это заложено в императрице вообще, в архетипе. То есть женщина обалденная. Так, что-нибудь еще вы скажете про императрицу, которая здесь пришла? Женщина, которая любит действовать. Женщина, которая, скорее всего, имеет хороший достаток, которая умеет держать баланс, да, которая может брать, давать. То есть женщина справедливая. Вот, женщина, которая нуждается в любви. Вот, как мне показали. Женщина, которая устала быть одна. Женщина, которая хочет найти человека, который будет ее человек. Знаете, вот такое ощущение от этих карт, что женщина хочет видеть вот эти вот глаза полной любви. Настолько истосковалась она. Вот как. Что между ними? Давайте посмотрим, что между королем мечей и императрицей. Что сейчас, на данный период времени, у них в отношениях. Отношения были несовершенны. Отношения были неполными. Можно сказать, по пажу жезлов ничего, в принципе-то, и не двигалось дальше того, что какие-то были мелкие встречи, мелкие чувства и так далее. И все это закончилось. То есть по карте мир отношения между ними зашли в точку. Невозврата. Люди разошлись, можно сказать. И каждый пошел до своей дороги. Люди сейчас не вместе. Абсолютно. Покажите, пожалуйста, что еще произошло поглубже, чтобы смотрящие меня узнали. Их не эта ситуация, либо нет. Покажите, что произошло между этой парой. Вечная борьба. Вечная борьба. Был дом, девочки. Либо место, где вы встречались. Были хорошие встречи, яркие, теплые. Как сказать-то, фейерверк эмоций был. То есть вообще было классно и супер. Но потом мужчина почему-то стал проявлять какую-то холодность. По четверке мечей. Здесь показано, что мужчина начал ходить. То его просто нет. То, может быть, отдохнуть. То, может быть, подумать. То он берет паузу какую-то. И, видимо, кому-то это не понравилось. Понятно, что женщине не понравилось, когда мужчина перестал находиться рядом. То есть человек мог, да, вот так вот. То хорошо, то уйти. То хорошо, то уйти. И считал, что так это как бы и надо. Он так привык, видимо. Да, ситуация стала потом выходить из-под контроля. По девятке мечей уже стал кто-то из вас думать, что что-то меня не устраивает. Кто-то стал на кого-то, может быть, давить. Да, кто-то стал чувствовать себя уже не в своей тарелке. Для кого-то ситуация стала обостряться. Да, кто-то не захотел быть прижатым. А кто-то не захотел, да, быть одиноким. И все закончилось. Давайте посмотрим, какие чувства, раз конкретики нам тут сильные не дали. Давайте посмотрим, какие чувства у короля мечей, да, к императрице. Девочки, чувства самые-самые-самые. Чувства самые от истока, можно сказать, да. Как сказать-то вот. Зарождение земли, когда было, вот когда вся эта прелесть, когда были чистые леса, были чистые поля, там вот страшно крутая экология. Вот такие чувства у человека. Только чистота. Ну и, девочки, если отходить уже дальше, то, конечно, тут еще и сексуальные желания. Не все так чисто, как казалось. К вам у него только чистые и позитивные чувства. Да, он такой. Он где-то холодный. Но дело в том, что этот человек не слишком холодный все равно. Он зачастую просто скрывает чувства, понимаете. И желание к вам, как к женщине, у него безумное. Давайте посмотрим чувства императрицы, королю мечей. Тут чувства, знаете, как сказать, вроде бы и повисшей в воздухе, она еще не знает, как, знаете, вот как показать миру. То ли бы я уже остыла, да, то ли еще нет. Но, девочки, у нее чувства есть. Туз, чаш. У императрицы чувства есть. И, скорее всего, в тишине она мучается от того, что эти чувства, они есть. Она хочет идти дальше, но не получается, потому что внутри все еще оплакивает эти отношения. Как бы там ни было девочки, и кто бы мне там что ни писал, очень именно в этом раскладе, именно эта женщина, даже если она уже пошла вперед, идет, и, может быть, даже где-то знакомится с кем-то, общается, внутри все ее протестует, потому что она все еще осталась там. Все ее мозги с этим мужчиной. Она помнит его запах, она помнит его глаза, помнит его руки. Об этом вот и говорит туз, чаш. Слишком зависла на нем. Вот еще можно как интерпретировать повешенного с тузом чаш. Она на нем зависла. Давайте посмотрим, что он хочет ей сказать. Что король мячей хочет сказать императрице? Есть ли что-то, что он хочет передать? Хочешь ли ты что-то ей сказать? Она как раз сейчас тебя и смотрит, слушает. Стала ты холодная, потому что ничего никуда не двигалось, потому что все было по легкости. Я показывал эту легкость. Я вел себя просто как дурак. В прямом смысле этого слова. Ты как была звездой, так и осталась моей звездой, далекой, недосягаемой. Он прекрасно, девочки, вас видит красиво и видит вас сейчас уже холодно в его сторону, если видит, да, где-то, скорее всего, может быть, подсматривает за вами. Он видит, что вы не пропали, что вы идете, что вы такая же классная, что вы такая яркая, что вы умница, что вы достигаете каких-то своих целей, да, вот идете к своей мечте. И он понимает, что он вот эту жизнь, которую устраивал вам, да, вот эту в никуда, никаких определенностей, да, никаких... не давал возможности вам быть той, кем вы хотели быть рядом с ним, да, то есть человек не давал того тепла, который, ну, вам, по идее, должно быть, потому что вы обалденная женщина. всё по лёгкости, всё в никуда. Что ты ещё хочешь ей сказать? Говори. Так же видит, что вы добиваетесь всего, вы хорошо стали зарабатывать, либо как-то притягивать материальные блага. Он видит, что вы не одна, он видит, что вы ценная, может быть, в обществе вы занимаете, да, какую-то такую... своё место такое заняли, да, прочную. Может быть, он видит, что у вас есть какие-то почитатели, может, он видит, что у вас есть своя аудитория. И человек, девочки, прекрасно понимает, что это всё закончилось благодаря ему. Он понимает, что это конец. Он понимает, что он сам всё это прекратил. По его вине это случилось. Понимает, что много вам не дал. Понимает, что вы уже не та. Понимает, что вы уже к нему тому, который раньше был, вы уже не придёте обратно. И он понимает, что сейчас он даже не стал бы ничего делать, потому что он проходит такую трансформацию, что, дай бог, мы остаться живым. Что-то ты ещё хочешь сказать ей? Очень бы, девочки, хотел к вам, да, очень. У него огромное желание на вас, во-первых, как женщины, да, по рыцарю жезлу, девчонки, то есть он со своим жезлом. И он видит, что вы просто фантастически волшебные. Тут уж он вас всякой увидит. Он прекрасно видит, что вы магическая женщина. Не зря вот ещё показана тут императрица, и тут же показали нам верховную жрицу, потому что, девочки, это какая-то магия у вас. Может быть, девчонки, тут опять же есть те, кто, может быть, навёл магию, опять же, да. Может быть, есть женщина, которая пользуется какими-то там, может быть, рунными ставами, может быть, есть морок и так далее. Это тоже может здесь быть. Человек просто по обалдению не может забыть, да. Его жезл стоит, стоит и стоит только на вас. Давайте спросим у женщины, что же женщина чувствует, или нет, мы уже знаем, что чувствует, что женщина хочет сказать мужчине, чтобы она сказала ему. Она бы сказала, что уже вот эта вот привязка, которая у неё была потихонечку, да, она отходит от этого. Она уже движется вперёд. Ей очень тяжело, очень. Потому что привязка по дьяволу, девчонки, мальчишки, она всегда бывает очень жестокой. На самом деле, как я и говорю, людей, которые по дьяволу, да, сводит жизнь, судьба, вселенная, во-первых, это не просто так, во-вторых, они, блин, вживаются так внутрь, на самом деле приходится выдирать с кровью. И просто так это никогда не обходится. Это на самом деле травма. Она просто... Эта женщина, императрица нашей, говорит, что да, мне больно, мне всё ещё нехорошо. И даже там, не знаю, сколько прошло, мне... Я всё ещё помню, да, я всё ещё, всё ещё ощущаю, да, и вспоминаю наши встречи. Может быть, что-то даже напоминает ей об этом короле мечей. Но она движется вперёд. Она так и говорит, что я движу... У меня движение вперёд, причём очень хорошее по колеснице. Пусть это не быстро, да, пусть всё-таки не так быстро бегут кони по умеренности, да. Приходится иногда потоптаться на месте, но я иду вперёд, я не стою. И ждать я тебя не собираюсь ни в коем разе. Потому что мне было больно, мне было нехорошо, да. Можно сказать, по девятке мечей я, можно сказать, умирала. Но сейчас я себя подняла, сейчас я себя взяла и иду дальше. Как бы тогда... Сначала прихрамывая, да, потом просто идя, потом бегом. Но пошла гордо выпрямившись. Давайте посмотрим, что возможно между этими людьми. Возможно ли какие-то отношения ещё. Девочки, не здесь настолько... Могу сказать, что не только настолько. Здесь такой попался мне опять типок. Я не знаю, почему. Попадаются такие. Я всё хочу попасть на счастливого человека. Вот серьёзно. Здесь опять какая-то депрессия, уныние у человека. Она может быть, естественно, с тем, что у него проходит обалденную трансформацию. Поэтому может быть у человека такая вот фигня творится. Но опять же здесь показано, что может быть треугольники. Тройка чаш влюблённые показывает, что этот человек может быть несвободен. Либо вы можете несвободными быть. Это тоже имеет место. То есть может быть и женщина замужем. То есть как быть вместе, когда в принципе кто-то из вас несёт какие-то обязательства. Человек ещё не в разводе. Вместе быть, вот как вот семья, например, нет возможности. А по лёгкости кто-то из вас не хочет. Но всё-таки, девочки, он вожжелает вас безумно. Король жезлов. Безумно. Он может быть после трансформации и сделал бы для вас что-то большое. Но когда это будет, неизвестно. Потому что человек, на самом деле, мне здесь показали, человек довольно-таки депрессивный. Сейчас ещё и в такой вот трансформации. Так, и что это у нас? Интересная развязочка. Девочки, после трансформации, когда всё-таки человек пройдёт эту трансформацию, колесо фортуны, да, судьба, повернёт его в сторону вас. Причём, человек начнёт строить планы, да, как бы ему с вами встретиться. Что самое интересное, девочки, будет хитрить, будет хитрить, будет какими-то уловками, манипуляциями, да, как вот хитрый лис, всё-таки вы, как сказать-то, выманивать вас на общение, на разговор. Всё-таки человек из отшельников, наберясь мудрости, абсолютно перетрансформировавшийся в другого человека, будет двигаться в вашу сторону. По восьмёрке монет, девочки, человек вам что-то принесёт. Это любые могут быть материальные блага. Человек что-то вам даст. Девчонки, по всему раскладу, я могу сказать и по концу, человек принесёт то, что вам был должен. Он захочет вам отдать толк. И не только для того, чтобы показать, что, да, ну, всё-таки не такое я говно, да, всё-таки я могу быть другим. И он преподнесёт вам то, что обещал. По восьмёрке всё-таки Пентакли, да, по восьмёрке монет, это будет, ну, довольно, довольно значимое что-то. Человек долго будет думать, и, между прочим, это и будет хитрость для того, чтобы с вами встретиться, даже просто встретиться. Это не говорится о том, что он будет звонить либо писать. Нет, человек захочет с вами встретиться, чтобы это отдать. Чем? Давайте посмотрим, чем это закончится. нет, девочки, любовью это не закончится. Как бы то хорошо не было, девочки, но справедливости ради человек все равно ничего хорошего в вашу жизнь не принесет. Скорее всего, после встречи вы увидите, что человек позиционирует себя тем, что он переменился, что прошел трансформацию, но это не так. Не так. Человек все равно не даст вам, во-первых, никаких определенностей, потому что он не может дать. Кто-то из вас, мы как уже поняли, кто-то из вас не свободен. Во-вторых, девочки, он не то, что он, нет такой возможности, чтобы вы были вместе, и вы ее увидите, эту невозможность быть вместе. Вы сразу поймете, что она как была ситуация ваша, ничего не вижу, и пошевелиться не могу, так она и не тронется с места, потому что вы увидите в человеке либо обман, либо хитрость увидите, то есть распознаете то, что человек, вы почему-то увидите сразу, что человек не поменялся, нисколечко. Еще могу сказать, что вообще сама встреча, она для вас будет тяжела, вы очень долго будете думать, встречаться с этим человеком, либо нет, и скорее всего, либо этой встречи не будет, а если она будет все-таки, как я и сказала, вы сразу выкупите что-то, что вам сильно не понравится, вы не захотите быть, а потому что еще могу сказать, что человек припрется к вам как император, человек покажет вам гонор, хоть и захочет сделать вроде бы приятное, но не так это повернет все, чем вас убьет просто наповал, и вы увидите, что человек нисколько не поменялся абсолютно, и делать там ничего. Еще вот тут в конце девятка жезла, вы поймете то, что не изменилось ничего, и надо свои владения, свою зону комфорта, в которую вы вошли без него, охранять, и все-таки его туда не пускать, что вы сделаете этого человека, вы не пустите.